Нагорно-Карабахский конфликт Руководство Азербайджанской ССР Свободному и мирному, исключительно мирному проявлению воли народа, народного Карабаха То есть это мирные митинги, демонстрации, референдумы, исковые обращения, призывы и так далее Все исключительно мирно, без какого-либо насилия С просьбами передать НКО из административного подчинения Азербайджанской ССР в административное подчинение Армянской ССР Азербайджан противопоставляет этому всему насилие против мирного армянского населения Предпринимает неадекватные, неадекватные подчеркиваю, карательные действия с использованием внутренних войск На государственном уровне организовывает погромы армянских граждан Азербайджанской ССР Развязывает беспощадную войну по отношению к своим же гражданам С использованием иностранных наемников Несет сокрушительное поражение При этом имея значительный перевес в живой силе, в военной технике Плюс учтем, что незадолго до этого было землетрясение в Армении, Светакское и так далее В результате войны, значит, теряет Азербайджан, теряет полный контроль над определенными территориями Затем подписываются трехсторонние соглашения о прекращении огня с 12 мая 1994 года Между Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом Отметьте также, что вышегонадные действия Азербайджана вошли и войдут в историю Не только как преступление, которое осталось безнаказанным Но и останутся в ней как клеймо на политической совести международного сообщества Которое ничего не сделало для спасения мирного населения Арцаха от уничтожения В некоторых странах, например, мы знаем, что в подобных ситуациях порой немедленно предпринимается военное вмешательство третьих стран Возникает вопрос, в чем тогда разница между народом Карабаха и другими этими народами? Кто должен был установить, например, бесполетную зону для азербайджанских самолетов, бомбивших детские сады и школы? Кто должен был осуществить гуманитарное вмешательство для спасения десятков тысяч людей? В целом, международное сообщество, конечно, не сделало этого И вся тяжесть легла на плечи одного члена этого сообщества – Республики Армения Таким образом, территория Карабаха де-факто и де-юре не входит и никогда не входила в состав независимого государства Азербайджан За всю историю этого государства Отмечу, что признано или не признано кем-то – это другой вопрос И мы об этом еще поговорим в разделе «Международное право» Еще момент Знаете, сегодня в Азербайджане очень модно говорить о том, что Армения победила в войне благодаря кому-то там Это, говорится, исключительно от бессилия перед фактами С целью скрыть слабость своей армии Чтобы поражение в этой войне не выглядело в глазах среднестатистического азербайджанца столь позорно Каковым оно является на самом деле Кроме того, скажите, пожалуйста Военная операция советской армии под названием «Кольцо» Это тоже была помощь армянам? Почитайте об этом, вам будет интересно И когда сегодня Азербайджан говорит о том, что Россия – их враг И союзник Армении Они это любят особенно преподносить украинской публике В связи с конфликтом между Украиной и Россией сегодня Я бы порекомендовал своим оппонентам обратить внимание в частности на следующие факты Значит, первое Если бы не Россия, не существовало бы государство под названием Азербайджан И азербайджанцы сегодня назывались бы так же, как и сто лет назад – кавказскими татарами Второе Если бы не Россия, то территория Нагорного Карабаха, Нахидживанской области и многие другие территории Армении Никогда бы не вошли даже в административное подчинение Азербайджанской ССР Третье Если бы не оказанная Россией помощь Азербайджану во время Карабахской войны То граница между нынешними республиками Армения и Азербайджан По всей вероятности находилась бы где-то у реки Кура Что в принципе естественная граница Тут вы спросите, ага, значит армянские войска продвигались вглубь территории Азербайджана, чтобы все оккупировать Да все очень просто, друзья Вам навязали войну, и она должна быть закончена полной капитуляцией противника Когда к вам домой заходит вооруженный человек с целью вас уничтожить вместе с вашей семьей То вы, если вы, конечно, желаете не допустить этого Обязаны немедленно предпринять меры для устранения этой угрозы У вас нет времени обращаться к мэру города, к главе сельсовета и так далее Вам, если честно, даже наплевать на то, что они думают по этому поводу Есть и вы, и есть преступник, который желает вас уничтожить здесь и прямо сейчас Теперь примените это вышеуказанное к армянам карабах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!